Я потратил на поиски своей первой видеоигры года, наверное, три, но, в конце концов, знаете, нашел. Хотя и случайно совершенно. Вообще, советские дети делятся на две категории. Те, кто видел компьютерные игры у родителей на работе и те, у кого дома был Спектрум. У меня дома Спектрума не было, поэтому мне пришлось осваивать и двигаться, соответственно, на работе. И это совершенно неожиданно был Apple II, неожиданно для советских времен. Пока все советские дети играли в Дингера в 87-м году, я играл в «Звездные войны». Всех назвали звездными войнами, хотя это были нифига не звездные войны, сейчас мы к этому подойдем. Вообще, давайте по порядку. Мой отец в Советском Союзе занимался тем, что называется функциональная диагностика. Я не знаю, бывает ли дисфункциональная, но они, честно, пытались. Они, например, на этой технике обследовали по заказу Кремля, собственно, кремлевскую экстрасенсорную целительницу Джуну и весь выводок ее экстрасенсов. Пытались найти, что у них там внутри тикает. В общем, естественно, нифига не нашли, как положено. Но так или иначе, в 87-м году у моего отца на работе появился американский аппарат на базе Apple II. Это вообще был доплеровский аппарат с телешкой, там, с датчиками на шарнирах, с кучей липкого геля. Ну, короче, меня не интересовало, что там были икры. Икры. Звездные войны. Дикер. Нет, дикер не был. А, короче, там был обучающий домодиск, а там программы, которые, значит, для Apple II по лабиринту проведи кролика или гномика, найди там кучу золота или морковь. Короче, на это не тянуло, потому что это просто обучающий крат для пользования клавиатурой. Но вот остальные диски, это были, в том числе, с инграми какие-то там, примеры из математики, тоже в ней очень увлекательные. И вот Звездные войны. Экрана называлась, на самом деле, Horizon 5 и сделал ее Насир Джебелли. Человек, которого никто никогда не слышал из нас, я услышал совершенно случайно, опять же. Вот. Это любимый персонаж, любимый геймдизайнер Джона Ромеро. Так, а где опять красная штука? А мы еще и в камеру. Хорошо? Что-то мне надо, видимо, будет прошивку обновить. Что-то, короче, оно не пишет в этот девайс. Хорошо? В тот девайс она пишет? В этот девайс она пишет? В этот девайс она пишет? В этот девайс она пишется все. В камеру пишется. Прекрасно. Давай, пусть будут какие-то обломки, потом смотрим. Так. Игра называлась Horizon 5. Это вот была та самая игра, которую я искал. Сделаю Насир Джебелли. Человек, которым никто из нас никогда не слышал. Но это любимый геймдизайнер, никого Джона Ромеро. Человек, которому, скорее всего, немножко слышали. Это создатель оригинального дума. Один из создателей оригинального дума. Дизайнер оригинального дума. Человек-сатанист. Вот. Это уже герой моего детства, например. Вот. Все сложно. Саменька шутер от первого лица. Только очень-очень-очень ранний. А Насир Джебелли это такой ирано-американец. И помимо Ромеро, например, его очень любил Ричард Герриот, который прославился тем, что он первый космический турист. На самом деле он сделал серию игр «Ультимы», «Ультимы онлайн», первое MMORPG, например. Короче, причудливо, причудливо все в этом мире переплетается. Сама Horizon 5 вышла в 1982 году. Чуть позже, чем я родился. И у нее было приложение «Зенита», которого вообще никто никуда не слышал. И это были примитивные шутеры от первого лица. И, собственно, одни из лучших игр на Apple II. Одни из самых динамичных, как минимум, игр на Apple II, который вообще не отличался скоростью. Вот. Ни у кого, кроме, наверное, меня и Джона Ромеро, это никакой особой ностальгии не вызывает. Но зато сколько ностальгии у нас двоих. А вот. А биография разработчика очень тоже такая, своеобразная. Он родился в семье, приближенной к иранскому шаху. Поэтому в 1979 году, после Исламской революции, ему пришлось срочно эмигрировать в Штаты, где он получал какое-то образование айтишное, программистское. И ему пришлось быстро-быстро, значит... То есть, получил образование, хоть какое-то и стал быстро одним из ведущих геймдизайнеров. В смысле, он умел быстро кодить на ассемблере. На любом, видимо, ассемблере. Я не знаю, как ему это удавалось тогда. Вот. И быстро программировать копии чужих игр, на самом деле. Он не очень отличался фантазией, но зато быстро программировал. Если ему что-то расскажут, покажут. Умел прямо в ассемблере, значит, программировать среднюю уродливость исправить. Ну и так родилось несколько прекрасных игр. Вот. Сначала они делали серию софтвер, потом они делали джибели софтвер, а потом наступил 1983 год, и все обанкротились вообще. Картриджи закатывали в бетон. Атариевские картриджи. Вот. Короче, похоронили игру. Идти в Эвстратерестриал. Много еще чего случилось. Ну и, короче, джибели принял решение уйти с рынка видеоигр. И, собственно, ушел. Но началась вторая фаза истории, гораздо более веселая, чем первая, потому что тут мы от моей первой игры переходим к совершенно неожиданным открытиям. В какой-то момент на серию надоело сидеть без дела, и он поехал в Японию. Ну как поехал? Его сосватывал туда некий Дакарлстон, основатель одной из тоже первых игровых контор в свое время, Бродер Бунт. Прекрасная была контора, но о ней совершенно сейчас не будем рассказывать, как-нибудь в другой раз расскажем, не знаю, может быть, никогда, потому что я три года назад собирался о ней рассказать, но с тех пор как-то не довелось. Вот. Карлстон рассказал на серию про новую модную платформу NES, известную в наших краях как Dendy, но тогда еще NES. Тогда еще скорее даже не NES, а Famicom, если честно, потому что на американский рынок она еще не вышла, нормально. И, собственно, Карлстон представил своим контактом в фирме Square, которая потом прославилась, соответственно, играми формата Final Fantasy. И все закончилось довольно предсказуемо. Не знающий ни слова по-японски на серию джибелли запрекомнировал первую Final Fantasy. При участии, значит, херного Сакагучи, который ее придумал. Вот. А потом второй Final Fantasy, потом третий Final Fantasy. Так понеслась. Джибелли совершенно не знал японского, а Сакагучи и его дизайнер не знали совершенно английского. Но как-то сработались. Проблема в том, что где-то на середине процесса, программирования первой Final Fantasy, у Джибелли кончилась виза рабочая. Ему пришлось срочно валить в Калифорнию. После чего, значит, в Калифорнию пришлось пересылать японскую команду разработки, потому что это было проще, чем выбить ему японскую рабочую визу. Вот. И, короче, вот так вот, значит, они разрабатывали. Примерно как Стэнли Кубрик снимал знаменитую лунную посадку на Луне, потому что он был перфекционистом. Собственно, так и вышло. После этого на серпе участвовал в разработке всего одной игры Secret of Mana для Super Nintendo. И как-то пропал окончательно с радаров. Дал одно интервью Джону Ромеро в 1998 или 1999 году, я точно не помню. А потом, значит, видимо, Джон Ромеро поддерживает о нем статью в Википедии, судя по тому, как он это пишет, судя по тому, как это пересказ, собственно, интервью Джона Ромеро. Судя по всему, эту статью пишет лично Джон Ромеро. Вот. И когда я перебирал в эмуляторе игр для Apple II, я совершенно не думал, что откроются эти бездны, но они как бы открылись и меня поглотили. Отсюда вот вся эта история. А что касается функциональной диагностики, американцы создали тогда совместное предприятие, чтобы поставлять оборудование медицинское в Советский Союз. И даже какое-то количество привезли, но тут наступил 1991 год, их кинули на все деньги, потому что платить стало совершенно некому. А потом на этом оборудовании собирались тестировать людей для марсианской экспедиции. Собирались их запереть в изолированном помещении и полтора года тестировать. То есть столько, сколько продолжается миссия на Марс. В общем, как и многое, собственно, в этих условиях. Такие дела, привет, пока, удачи. Йоу. Субтитры подогнал «Симон»